Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск, как вы уже поняли, выходит в рубрике «Скинзон Туз» и одновременно в рубрике «Работа над ошибками». Совсем недавно, вот в этом ролике, вы видели, как я готовил, на мой взгляд, совершенно классную курицу, которая запекалась с 40 зубчиками чеснока, ну, с 3 головками чеснока. Вот в этом горшочке. И основная идея была в запечатании этого горшочка тестом. И возникло несколько вопросов у вас, дорогие телезрители, по поводу особенности приготовления. И у одного из подписчиков он попробовал этот рецепт, получилось курица не запеченная, а вареная, как он сказал. И я хочу разобрать не столько ошибки, сколько сами принципы готовки в духовке под крышкой. Для того, чтобы объяснить, что происходит, какие тепловые процессы происходят при приготовлении, чтобы вы могли таким образом корректировать режимы духовки, чтобы получить ровно то, что нужно. Поэтому сегодняшний выпуск будет достаточно короткий. Запекание в духовке. Как я уже говорил, вот в этом ролике, рассказывая про основные тепловые процессы, происходящие в духовке, И наш продукт, в данном случае курица, при нагревании не в кастрюле, не на плите, а в печке, получает теплоту двумя путями. Это излучение и конвекция. Конвекция – это передача тепла с помощью воздуха. Горячего воздуха, который обволакивает, проходит, крутится вокруг нашего продукта и таким образом нагревает продукт. А излучение, соответственно, – это лучистое тепло, которое от стенок, от нагревательных элементов разогревает продукт. Когда мы используем внутри духовки некое защитное покрытие для какого-то продукта, этим защитным покрытием может выступать горшок, кастрюля. Этим защитным покрытием может выступать фольга, в которую мы завернули продукт. Этим защитным покрытием может выступать рукав для запекания. Так вот, когда мы создаем такое защитное покрытие, мы тем самым сильно уменьшаем, а в некоторых случаях сводим практически до нуля, поток тепла, передаваемый при помощи конвекции. И оставляем только лучистое тепло. Что нам это дает? Лучистое тепло обогревает наш продукт, нагревает его, создает на нем корочки и прочее. Но при этом не дает продукту сохнуть, потому что в печке при наличии конвективных потоков, объем-то все-таки печки значительно больше, чем объем, допустим, кастрюльки или объем продукта, который получается, если завернуть его плотно в фольгу, воздуха больше, соответственно, больше места, куда может уйти влага из продукта и высушить наш продукт. Так вот, применительно к рецепту, про который я сказал в самом начале. Когда мы помещаем курицу в этот самый объем, нам нужно, во-первых, не высушить эту самую курицу, а во-вторых, создать на поверхности корочку. А в случае с этой курицей самый важный момент даже не высушивания, а самый важный момент сохранения ароматов. Чеснока, трав, которые используются в этом рецепте, лимона. Так вот, сохранение этих ароматов достигается тем, что мы уменьшаем объем, в котором все это дело происходит. Вот. Поэтому, заключая, собственно говоря, наш продукт в такой маленький объем, нужно для того, чтобы он не варился, не тушился, а сильно обжигался, увеличивать мощность теплового потока. То есть, по сути, повышать температуру внутри духовки, ну и, соответственно, внутри горшка одновременно, более тех цифр, более тех режимов, которые мы избрали бы, если бы мы просто запекали курицу без вот этого самого объема. Для того, чтобы ускорить как раз этот тепловой поток. Поэтому я использовал вот эту кастрюлю. В эту мою глиняную гастрюлю, в этот глиняный горшок, входит очень плотно, фактически, там, ну, вы видели, как оно происходит, посмотрите еще раз, вот сюда. Плотно входит курица с очень небольшим объемом внутри, получается, весом приблизительно, там, килограмм 600, килограмм 700, таким весом. И курица уложена сюда, практически даже выступает над поверхностью этого самого горшка. Она, по сути, придавливается этой крышкой. Если бы я клал сюда маленькую курочку, весом килограмм или даже меньше, то здесь, в этом горшке, получался бы большой объем воздуха. И этот объем воздуха создавал бы, соответственно, прослойку. Даже дело не в прослойке, а в том, что раз курица меньше, то расстояние от курицы до стены горшка получается больше. А мощность излучения падает пропорционально квадрату расстояния. То есть, когда у нас курица большая, и она вплотную к стенкам прилегает, расстояние маленькое, ту мощность, которую передает духовка этому горшку, эта мощность попадает на курицу практически с минимальными потерями. А если бы объем был маленький, то до самой курицы, этой самой теплоты, было бы меньше. В результате, что бы у нас происходило? Чем меньше мощность излучения, чем меньше теплоты получает курица в единицу времени, тем больше мы приближаемся к режиму, так называемой, бережной готовки или медленной готовки. То есть, так, как мы готовили, например, баранину. Вот в этом ролике, если кто-то не видел, щелкните и посмотрите. Ну, или загляните в описание видео. Поэтому, подводя итог, если вы соберете повторить этот рецепт, или уже повторили, а у вас не получилось настолько хрустящей, румяной, вкусной шкурки у этой курицы, как хотелось бы, это значит, что выбранный вами размер курицы для вашей кастрюли, которую вы использовали, недостаточен. И самый первый путь, либо взять курицу размером побольше, либо повысить температуру внутри духовки. И еще момент. Не полагайтесь на градусники внутри духовки. Когда я называю вам температуру, это для своей духовки, это всего лишь общий ориентир. Смотрите на то, что происходит в вашей плите. Вы свою духовку узнаете гораздо лучшим, чем кто бы то ни было. Поэтому все температуры и время готовки нужно корректировать под себя. Еще раз, подводя итог. Если вы готовите в духовке в закрытом объеме, как в горшке в этом, или в фольге, или в рукаве, для того, чтобы получить более поджаристую корочку на поверхности продукта, надо повышать температуру. Для того, чтобы получить более бережное запекание, близкое к тушению, надо, соответственно, понижать температуру. И делать это значительно более энергично, чем если бы вы это делали, не закрывая что-то, не предохраняя это что-то от конвективного нагрева. Надеюсь, это несколько сумбурное изложение все-таки позволит вам получить то, что я хотел донести до вас вот в этом рецепте. И у вас будет получаться самое классное блюдо, как я вам только захочется, в вашей духовке. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!